Поговорим о том, что такое ультразвук и как его, наверное, использовать в медицинской практике, потому что основную, наверное, такая вот фраза, с которой мы всегда начинаем, идеальных пациентов для ультразвука не существует, они всегда сложные, даже самый худой, красивый, тоненький, молодой пациент, у него есть ограничение визуализации. И мы это знаем, когда молодой, красивый, ничего не видно, потому что высокие, узкие, межреберные промежутки, ну нету окна, нету окна. Что с этим делать и как быть? Основы ультразвука. Ультразвуковое исследование – это метод диагностики, в котором используются высокочастотные звуковые волны, позволяющие получить двухмерное изображение органов тела в реальном времени. Здесь, ну, на данной картинке представлен не только двухмерный режим, да, но и докторовские исследования. Ну, это общее. Значит, наиболее часто используемая, используя моя в медицине, частота датчика от 2 до 15 МГц. Значит, и характеристики ультразвуковой волны. Здесь хорошо видно? Хорошо. Значит, у нас частота F, она, основные характеристики – это частота, длина волны и скорость распределения в среде. Эти лекции все у вас будут. Вот. Основное, что нам нужно знать, да, в начале, да, ультразвукового исследования – это частота. Эта частота у нас отображена на ультразвуковом датчике. Мы видим здесь, что длина волны, она обратно пропорциональна частоте. То есть частота F находится, ну, как бы в обратной пропорции, да. Вот. И о чем это говорит? Чем выше частота датчика, если у нас частота датчика 15, тем меньше длина волны. А длина волны у нас ни много ни мало – это расстояние, которое занимает в пространстве одно поливание. То есть, грубо говоря, если длина волны 1 метр, да, ее распространение за одно колебание 1 метр. А если 1 сантиметр, то это 1 сантиметр. То есть чем больше длина волны, то, грубо говоря, проникающая способность выше. Мы об этом еще проговорим. Вот. И еще скорость, да. Скорость нам тоже понадобится. Я об этом расскажу, то есть при определенных эффектах. Так. Дальше. Длина волны связана, как я уже говорила, с частотой, с увеличением частоты ультразвука и уменьшается длина волны. Скажем так, да. Здесь можно привести такой пример, что у нас, смотрите, частота 12-15 МГц, она свидетельствует о том, что мы будем работать только с кожей, да, или с поверхностными органами. Это щитовидная железа. Если у нас 1, 2, 3 МГц, мы будем работать с органами, расположенными на глубине 20-25 сантиметров. Формирование ультразвукового изображения, да. Что нам нужно знать? Ультразвуковое изображение формируется при отражении ультразвуковой волны от границ и сред и тканей. Не только, да, у нас перепад идет плотности на уровне, допустим, жировой и мышечной ткани, кости и мышечной ткани. Нет, не только. Это еще и клеточные, и внутри такие структурные. Когда мы будем затухание, рассеивание говорить и поглощение, я немножечко тоже подробнее это расскажу. Вот, на уровне клеточном, на уровне мембраны тоже и это есть. Как это можно привести пример на уровне мембраны? То есть есть такое понятие, как контрастная эхокардиография, да. Мы можем использовать как контрасты, бабл-тест, да, специализированные ультразвуковые контрасты, да, которые используются не только в эхокардиографии, они используются при выполнении исследований на ультразвуковых сосудах. И печень там тоже есть, но все равно это окрашивание сосудистого русла. Нужно это помнить. То есть отражение у нас идет от границы воздушной и жидкостной, да, но это все равно пузырек, да, это такое специфическое вещество, которое может долго сохранять округлую форму, то есть есть поверхностное натяжение и воздух сохраняется внутри пузырька. Окрашивает очень сильно, то есть он экранирует, коэффициент отражения этого пузырька достаточно высок. Что нам нужно, на что мы видим на этой картинке, да, ультразвуковой, там дальше я характеристики приведу, ультразвуковой луч, основные, основное, что нам нужно, это его коэффициент преломления и коэффициент отражения. Чем меньше угол падения, да, тем больше коэффициент преломления. То есть у нас даже не коэффициент, а тем проникающая способность ниже больше, что нам очень важно. Также нам очень важно, чтобы был достаточно высокий коэффициент отражения, да, от поверхности. То есть и то, и другое должно соблюдаться. Так, дальше. Важно то, что мы должны помнить при выполнении ультразвука. Отражение ультразвуковой волны идет от границы раздела сред. Так, про воду потом. Значит, второе. Поглощение. Поглощение ультразвука в биологических тканях не подчиняется общим закономерностям для однородных сред. Часть поглощенной тканью энергии преобразуется в тепло, меньшая часть вызывает необратимые структурные изменения. О чем здесь идет речь? Здесь основное, что идет речь, с чем мы, где вы можете с этим столкнуться, и это один из основных таких примеров, наверное, скажем так, это в большей степени зависит от состояния ткани. Например, с этим мы столкнулись во время ковида, когда у нас идет, это не только поражение легких, но это системное заболевание с определенным изменением во всем организмам. Этих пациентов мы видели до заболевания, во время и после заболевания. И во время, наверное, в меньшей степени, уже после выписки и выхода из критических ситуаций, то есть был пример такой, что несколько пациентов, то есть я знала, какое ультразвуковое окно было до болезни, через три месяца и через шесть месяцев. Вот полтора-три месяца окно отсутствовало. При том, что я ставлю на грудную клетку датчик, окна нет, сердца не видно. Но я думаю, ну мало ли, это грудная клетка, воспаление легких. Ну, наверное, что-то я делаю не так. Наверное, посмотрим из субкастального доступа непосредственно с живота. Там ближе, там хорошо видно. Не видно. Не видно. Вот ограничение визуализации связано. Это в меньшей степени, наверное, отек. Это изменение структуры, внутриклеточной структуры ткани, поглощения. Если вы хотите, прочитайте, это есть. Это связано в большей степени с внутриклеточными изменениями. Коэффициент проникновения ультразвукового в другую среду. Чем большая частота ультразвуковой волны, тем меньше глубина ее проникновения. Здесь есть, я иногда просто не нашла, в интернете есть. Это не только связано, допустим, с формулой. Но там есть такой эффект, немножечко даже затухание. Чем выше частота, тем она более поверхностнее. Там есть видно, как она очень резко падает, вот эти высокочастотные ультразвуковые волны. А длинноволновые, они в большей степени распространены. То есть там вот этот график хорошо представлен. И коэффициент проникновения, конечно, он при большой длине волны, он все-таки немножечко повыше. Можно говорить о мощности волны на старых аппаратах. Раньше было такое понятие, как мощность. Сейчас этого нет. Сейчас уже достаточно такие хорошие аппараты. Там этого уже не нужно. Они уже с достаточным уровнем мощности. Значит, рассеяние ультразвука. Это явление имеет место всегда, когда распространяющийся в среде ультразвук отклоняется по всем направлениям за счет неоднородности среды. Хороший пример – это когда мы говорим о воздушности ткани, о легких. Тоже самый пример. Здесь, когда мы смотрим легкие, есть два параметра, которые ограничивают нас в визуализации. Первое – это то, что достаточно высокое воздушное пространство, а воздух сильно рассеивает ультразвуковые лучи. То есть они не возвращаются обратно у нас в датчик. То есть коэффициент отражения. Там даже не столько коэффициент отражения низкий, сколько он идет в другую сторону, и датчик не ловит его обратно. И второе – распространение ультразвука в воздушном пространстве очень низкое. Дело все в том, что в обычных тканях это больше тысячи скорость проведения, которые, если вспомним, я не буду переключать, формула вверху, в верхней части, находится скорость проведения. А в обычных тканях она где-то тысяча-полторы тысячи скорость распространения ультразвуковой волны. А скорость распространения в воздухе – она 330 метров в секунду, мне кажется. То есть и там распространение. А ультразвук у нас обладает такими свойствами, что он сначала излучает ультразвуковую волну, потом он ее получает. То есть в обычной среде, то есть он отдал ультразвуковую волну, она отразилась и пришла обратно. В воздухе она ушла и не вернулась, скажем так. То есть когда уже пришло время снимать показания датчику, никакой ультразвуковой волны обратно не вернулась. Отражающего сигнала мы не получили. Затухание тоже есть, уменьшение амплитуды ультразвукового сигнала. Оно, может быть, чуть-чуть попозже тогда. Здесь же я хочу обратить внимание на вот эту таблицу. Если мы идем мышцей жир, коэффициент отражений у нас 10. Коэффициент отражений. То есть у нас весь ультразвук, он уходит в жировую ткань. То есть проникающая способность у него достаточно высокая. Однако, да, стоит помнить, что если мы инвертируем, да, жир, мышца, у нас у жира очень высокий коэффициент отражения. То есть на этой среде жир, мышца. И у нас под жировые структуры визуализируется очень-очень плохо. Это тоже нужно помнить. Это очень хороший пример. Это вот эти слайды из ковидной практики. То, что с этим мы сталкивались, мы это видели достаточно часто. Первый слайд – это нормальный ультразвук легких. То, о чем я и говорю, что когда мы ставим, мы хорошо видим, ну, относительно хорошо видим листки плевры. Да, а дальше идет структура легких. Принципиально за счет вот воздушности этой структуры мы, ну, можем видеть линии, да, вот эти вот хвост кометы. Но они, как правило, связаны именно с перикардиальным изменением. Следующий слайд, ой, следующая картиночка – это у нас интерстициальный отек. И мы при ковиде видели не только хвостые кометы, которые, как правило, связаны с поражениями перикарда, да, то есть там плеценаты, воспаления и так далее и тому подобное, но мы уже видели легочную ткань, потому что легочная ткань, она заполняется жидкостью. И проводимость, то есть проникновение ультразвука в эту ткань намного выше. И следующая, да, третья, получается, с правой стороны, да, с правой, наиболее правой картинкой – это выпад в плевральной полости. И здесь мы уже видим, что за плевральной, за выпадом, который представлен в виде темной полосочки, ткань легких, она хотя бы более-менее визуализируется. О чем я говорю на самом деле? Я говорю все-таки о акустическом окне и что мы можем предпринять для визуализации. Юля, наверное, помнит эту картиночку, которая располагается слева, да? Помнишь? Вот. Акустическое окно. Для усиления акустического окна оно может быть искусственно создано, да, или оно может быть естественным образом образовано, усиленно. О чем я говорю? Допустим, пример. После операционного периода, после аортокоронарного шунтирования у нас достаточно часто бывает отсутствие или снижение визуализации, да? И когда мы приходим, мне говорят, ну, видно, выпад в перикарде, да, Юль? Выпад в перикарде, есть ли выпад в перикарде? И я знаю одну, как сказать, принцип. Если есть жидкость, то сердце будет видно. Почему? Потому что оно не то, что работает с жидкостью, как линза. Она обладает высоко проводящими ультразковыми свойствами. То есть проводимость и скорость проведения там намного выше. Как только появляется жидкость, мы хорошо видим картинку. На левой картинке представлена эта опухоль мочевого пузыря. Принципиально, если мы его достаточно сильно не наполнили, здесь размеры 10 на 7 сантиметров. Можно, конечно, было его наполнить побольше. А каким образом мы его наполняли? Там стоял катетер, да? И мы его пережимали и ждали, пока он наполнится. Потому что в обычном состоянии, даже когда физически он, казалось, был наполнен, опухоли видно не было. То, что находится внутри, вот эта 7 сантиметровая, там 7 на 5 она была, или 8 на 4, какая-то такая вот размер опухоли, она не визуализировалась. То есть нам нужно было создать водную такую оболочку, да, вокруг него, чтобы это увидеть. И второе – это, ну, это обычный плевральный выпад. Если мы поставим просто датчик на обычные легкие, мы никогда в жизни не увидим сердце. А сердце у нас располагается, сейчас я покажу, это вот эта вот у нас структура. То есть вот она неподвижна, например, здесь статичная картинка, а от датчика, который находится вверху картинки, вот это все у нас заполнено жидкость. Это плевральный выпад. Как только появляется выпад, а нужно понимать, что выпад мы смотрим, это со средней подмышечной линии, начинаем смотреть, и до позвоночника мы ведем по задней поверхности грудной клетки, да? И мы видим, то есть это мы стоим на задней поверхности грудной клетки, и видим сердце, которое расположено спереди. Понятно, да, проникающая способность жидкости, то есть мы уже можем видеть другие органы, органы средостения, когда есть жидкость. Смотреть органы средостения можно и нужно, но сложно, и это нужен опыт. Да, потому что здесь они расположены, ну, иногда сложно вообще видеть, но видим. Так, и так, возвращаемся к глубине проникновения. Какие датчики у нас бывают? Линейный, конвексный и секторный. Линейный датчик, как правило, использует частоту от 5 до 15, да, мегагерц, и глубина проникновения до 11, не более 11 сантиметров. На самом деле это всего лишь там, ну, 4 сантиметра. Вот, конвексный датчик тоже, это от 2 до 1,8, да, 7,5 мегагерц, и глубина проникновения 20-25 сантиметров. Секторальный датчик, как правило, кардиологический, он работает в диапазоне от 1,5 до 5. Можно, там есть некоторые датчики, которые увеличивают частоту. Обычно работает 3,5, 3,2. Глубина сканирования до 20 сантиметров. Можно ли 25? Можно. Сейчас посмотрим. Вот, и гинекологические датчики, они работают где-то от 5, наверное, до 8,5 мегагерц. Да, там тоже где-то вот от 10, наверное, до 15 глубина проникновения. Так, вот, в принципе, ай-ай-ай-ай. Я боюсь вернуться, потому что я боюсь подвесить. Скажем так, ну ладно, тот файл тогда, сейчас расскажу его так. И, в принципе, формирование ультразвукового луча. Я еще раз повторюсь, что ультразвуковое существует, скажем так, время излучения, да, и через какое-то время у нас есть обратный съем информации, который мы получаем на тех же самых пьезоэлементах, на датчике. Вот, для того, чтобы получить изображение на определенной глубине, нам все равно нужно время. Нам нужно время. То есть ультразвуковой луч должен долететь до объекта, отразиться и вернуться обратно. То есть, сейчас не буду забегать вперед, там следующий слайд мы еще раз обсудим. Двухмерная визуализация зависит от нескольких факторов, которые контролируются оператором и оказывают серьезное, часто противоположное влияние на качество изображения и характер динамического движения. Оптимизация этих настроек зависит от потребностей конкретного исследования. Это просто фраза, она останется в презентации, потому что мы можем к ней вернуться и уже просто проговорить. Значит, на что мы частично можем влиять? То есть, есть три непосредственно необходимые нам характеристики ультразвука, на которые мы можем влиять, частично влиять. Объясню, почему. Потому что вот на слайде и на движущейся картинке я покажу, где это. У нас есть вот такая вот FPS. FPS – это, грубо говоря, фреймрейт, и это частота смены кадров. Мы ее здесь, вот на данном слайде, я ее меняю вручную, да. Но нужно понимать, смотрите, частота у нас здесь меняется, я ее максимально-минимально меняю. Она не превышает 37, да, 37 кадров в секунду. Глубина у нас, сейчас я ее покажу, вот здесь вот она будет, 21 сантиметр. Это достаточно глубоко, 37 кадров в секунду. Для кардиологического датчика это очень мало, да. Здесь для него, конечно, хотелось бы 60 или 80. Почему? Потому что многие структуры, подвижные структуры, мы их просто можем не заметить. Мелкие, такие как вегетация, и, допустим, когда вот митролклип идет, некоторые вещи мы просто во времени не успеваем. Частота повторения циклов сканирования сектора, это, значит, высокая частота сменных кадров позволяет получить более четкое отображение движения структур. Частота сменных кадров находится в прямой зависимости от глубины сканирования, которая определяет время, необходимое для прохождения каждой линии сканирования туда и обратно. То есть здесь есть... И нам, вот если глубина 21, аппарат не даст увеличить частоту кадров 60 поставить. Почему? Потому что ему нужно время, чтобы от датчика зашло до объекта и вернулось обратно. Как бы вы не хотели улучшить картинку при большой глубине, нас частота кадров будет ограничивать. Ну, не только частота кадров, но и... Дальше сейчас я скажу. Есть еще некоторые моменты. Так, частота кадров. Вот. Почему частота кадров очень важна? Сейчас я немножечко вот запущу, если он будет играть. Вот. И здесь дело все в том, что вот в начале мы, допустим, видим, да, открытый клапан. Вот. И если частота кадров очень маленькая, а мы это когда можем увидеть? Когда исследуем брюшную полость? Мы переставляем и вращаем датчик на брюшной полости, и мы видим, как он немного замедленно поворачивается. Для брюшной полости потеря в измерениях не будет никакой. В сердце, если он притормозил на несколько, на долю секунду, если вы посмотрите, да, здесь у меня будет там доли секунды, то я получу то, что у меня, допустим, если был первый кадр, вот открыт клапан, да, и второй кадр у меня тоже открыт клапан. То есть я могу воспринять то, что у меня клапан находится в постоянно открытом состоянии. То есть если очень редкая частота кадров, то мы не увидим эту структуру. Если это мелкая структура, флотирующая, которую нужно зафиксировать именно в сердце, мы ее не увидим при низкой частоте кадров. Так. Так. Частота повторения импульса. Частота повторения импульсов, она заложена в то же самое датчике, внутри датчика. Можем ли мы на нее влиять? Да, можем, определенными действиями. Частота – это та частота, с которой генерируются импульсы ультразвука в секунду на самом датчике. Чем выше и больше частота повторений импульсов, тем больше за промежуток времени излучается сканирующих линий образующих секторов. Частота повторений импульсов обратно пропорциональна глубине сектора, поскольку для распространения ультразвука на большое расстояние требуется больше времени. То есть, опять-таки, мы упираемся в то, что если у нас орган расположен глубоко, то частота линий будет меньше. Она будет задаваться именно аппаратом. То есть, мы поставили глубину 20, и у нас аппарат автоматически, он говорит, значит, вы можете работать только с такой частотой линий. Сейчас Philips, вот аппарат, вот этот, о котором мы работаем, почти, наверное, не должна это говорить, аппарат, он позволяет без потери изображения увеличивать глубину и ширину сектора. Сейчас мы об этом проговорим. Про глубину и ширину сектора. И здесь без потери картинки. Но здесь тоже нужно понимать, что вот здесь вот мы столкнулись на операции, что мы начинаем делать настройки, потому что у нас мелкие структуры, и мы должны все это визуализировать. Картинка хорошая, но есть свои ограничения. Мы открываем, то есть, мы расширяем сектор, увеличиваем, и как только начинаем менять настройки, он хоп, и нам схлопывает. То есть автоматом делается обратный возврат к определенным настройкам, выше которых он работать не может. Даже при определенных, при высокоэкспертном, даже в высокоэкспертном аппарате. Так, и плотность линий сканирования. То есть это тоже одна из таких вот характеристик. И плотность линий сканирования определяется как число линий сканирования на один сектор сканирования и оказывает значимое влияние на качество изображения. Сейчас тоже это может быть в меньшей степени связано, но опять-таки это остается на ультразвуках среднего класса. Есть это ограничение. Мы не будем говорить о валюсоне. Если мы работаем на валюсоне, там будет и хорошая частота, и плотность линий. То есть там будет картинка гинекологическая великолепная. Вы будете работать и в доплере с детьми, и вы будете видеть все, что там находится внутри и вокруг. Очень даже хорошо и плотность сканирования будет высокая. О чем здесь речь? И для кардиологического, и для конвексного, ну даже и для линейного датчика мы можем выбрать ширину сектора. То есть мы можем выбрать маленький сектор, мы можем расширить его. Там есть настройки на самом аппарате. Они называются Windows, там еще как-то там окно. То есть мы можем там, это уже в настройках посмотрите аппараты, когда мы можем расширить вот это вот окно до максимальных размеров. Для таких хороших операций через пищеводных кардиографий мы всегда расширяем это окно максимально, пытаясь визуализировать большое количество. То есть мы работаем в операционной. Нам нужно не только все сердце визуализировать, но и мелкие структуры. То есть нам поэтому нужен экспертный аппарат. И то, и другое. Но не всегда мы с этим сталкиваемся, поэтому не всегда есть такие аппараты. Поэтому визуализация будет хуже, если мы расширяем окно сканирования. Сейчас дальше будет слайд, и вы это поймете. Почему? Потому что там плотность сканирования при расширении окна, она будет разряжена. То есть мы получаем меньшее количество линий на один миллиметр, грубо говоря. О чем я говорю? Значит, это изменение, как влияет изменение глубины на... Сейчас я посмотрю, он мне показывает на наше вот это. Вот сейчас посмотрю, дойдет до конца. Здесь смотрите, мы когда увеличиваем глубину, видите, меняется вот эта вот, опять-таки, частота кадров. Меняется частота. Это влияние глубины. То есть у нас уменьшается частота кадров. А здесь у нас на правой картинке это расширение окна. У нас тоже автоматически изменяется частота кадров. Здесь, то есть глубина, ну, в основном ширина влияет на плотность ультразвуковых линий, а глубина, конечно, на... И ширина, и глубина влияют на качество изображения в ультразвуке, о чем мы говорим. Ну, здесь вот тоже вот картиночка. Это когда мы и глубину меняем, да, здесь, может быть, получше видно вот эти вот... Да, частота кадров. Для чего... Ну, я уже говорила, для чего нужна частота кадров. Первое, когда мы с этим столкнулись, это нужно было провести исследование на частоте... На частоте 100 кадров в секунду. Это было... Там два было исследования. Это нам нужно было клапан смотреть, клапанной структуры, и второе, это миокард. Что мы могли здесь сделать? Для того, чтобы добиться 100... Частота кадров 100, мы уменьшали сектор и отдельно записывали клапан, отдельно записывали миокард. Вот. Очевидно, что их кардиографисту приходится выбирать между размером сектора, визуализацией и частотой смены кадров. Понятно, на что мы можем повлиять? Да? Мы можем подкрутить частоту смены кадров, но она у нас есть такая ручка, а дальше мы меняем глубину или уменьшаем, или увеличиваем в зависимости от задачи. Если нам нужно просто померить объемное образование, и, наверное, мы можем увеличить сектор, ну, не думая о том, что мы теряем картинку. Если в этом секторе нам нужно найти вегетацию, огромное сердце, и что-то там найти, мы будем уменьшать прицельно, выводить те зоны, в которых мы предполагаем, что что-то может быть. То есть мы уменьшаем сектор и уменьшаем глубину. Как мы уменьшаем глубину, это тоже один из примеров, когда мы, допустим, смотрим почки. Почки и почечные артерии. Бывают такие пациенты, которые, ну, есть особенности, может быть, повышенного питания, а иногда просто не готовы. Вот. И мы ставим датчик, и, допустим, ничего не видно. Просто вот, ну, не видно, нету какой-то звукового, акустического окна. Есть такой прием, когда мы смотрим со спины, поворачиваем, да, и почечные артерии находятся на задней поверхности. Видите, они, аорты расположены в спине, поэтому у нас ближе расстояние до почечных артерий, у нас намного короче, ну, намного они ближе расположены к ультразвуковому датчику. И вывести с задней поверхности, ну, не грудной клетки, а даже, получается, поясничного отдела, верхней трети поясничного отдела, достаточно... Ну, я вывожу всегда, скажем так. То есть я вывожу всегда, кто-то говорит, не всегда, ну, может быть, я не так часто вывожу, но почечные артерии со спины я вывожу всегда. Скажем так, там короче, там ближе. Поэтому здесь иногда мы ищем ту точку, в которой ближе и в которой лучше визуализируется. То есть там, где мы можем уменьшить глубину с 20 до 10. И тогда вот в ближнем поле у нас визуализация будет хорошая. Поэтому мы меняем позицию. Это вот, кстати говоря, мы меняем позицию и уменьшаем, можем уменьшить угол сканирования. Здесь вот хороший пример. Это, в принципе, достаточно хороший аппарат. И это ни много ни мало дефект межпредсердной перегородки, который в четырехкамерной позиции. Он, ну, вот здесь находится межпредсердная перегородка. Мы его искали. Особо мы его не увидели. Это визуализация с аппаратной позиции грудная клетка. Мы поменяли позицию. Это стандартная смена на самом деле. Это субкостальная позиция. Ее всегда используют. И вот мы видим красный поток, который направлен к датчику. Вот. Запустим. Красный поток, который направлен к датчику, это ни много ни мало было, как сброс крови из правого предсердия в левое предсердие. Нет, из левого предсердия в правое предсердие, прошу прощения. Вот. Здесь он более, наиболее хорошо виден. Однако, да, здесь мы, я не помню, сколько мы там или 10, или 12 миллиметров намерили дефект. Вот. Однако здесь вот то, что мы увидели, это уже через пищеводную кардиографию. Мы увидели здесь ни много ни мало 27 миллиметров. Он реально, да, при уже ближней визуализации, да, так как здесь глубина у нас составляет там порядка 7 сантиметров, да. При данной визуализации мы увидели дефект 27 миллиметров. Вот он, да, со значительным сбросом крови слева направо. То есть вот это левое предсердие, это правое предсердие. И вот она дырка между предсердиями, достаточно значительный сброс. Однако, однако, так, следующий слайд. при проведении 3D-реконструкции межпресердной перегородки мы увидели, что дефекта два. Один большой дефект, вот он, видимо, и рядышком маленький такой продольный дефект, но он щелевидный, и его принципиально, даже через пищеводную, вот очень трудно выявить. При 3D-реконструкции он выявлен был. Поэтому здесь иногда, когда, если что-то нужно вывести, нужно до доисследовать. Подумать, как уточнить, уточняющие мы делаем процедуру. Дальше. Ну, и вот уже такие рекомендации, они, в принципе, все ультразвуковики как бы знают об этом. Для того, чтобы улучшить картинку, и нужно поменять позицию сканирования, позволяющую уменьшить глубину, и уменьшить сектор сканирования. То есть, вот этими вот настройками мы можем немножечко улучшить визуализацию для нас. Так, и следующий слайд. Сложно, да, я понимаю. Но на самом деле эти слайды я все оставлю, потому что мы, я думаю, что еще к этому вернемся. Да? Почему? Потому что эти вещи, они может даже вам нужны будут не сразу, потому что ультразвуковики, они приходят, и они вот на эту панель не смотрят никогда. Вот сейчас, которая представлена, они принципиально на нее не смотрят. Они вот знают две кнопочки гейн, усиление, да, вот она обычно, свет увеличиваем, гейн, это увеличение, чтобы яркость была. Это яркость изображения. Вот. И принципиально глубину меняем, да, глубину, она, вот она у нас здесь находится, депс. Вот. По первости ультразвуковики работают этими двумя кнопочками. Мы можем поменять глубину и увеличить цветность картинки, свет, яркость картинки за счет вот этого настройки. Вот. Однако, однако, смотрите, здесь я сейчас просто прочитаю еще. Для повышения разрешения изображений используется регулятор фреквенции, частота. Это та частота, которая принципиально отражена на датчике. Она может быть прописана на датчике, но чаще нет. Просто, когда в описании вы смотрите, и даже на, когда уже загружаете данный датчик, там прописывается частота от и до, допустим, 1,5, 3,2, частота кардиологического датчика или, допустим, 4,5. Чем меньше, на самом деле, вот эта вот развертка, этого, возможность изменения частоты, тем более такой высокоточный датчик. Он дает определенную частоту, остальное все делает математическая постобработка. Частота. Нужна ли нам частота? А вот здесь, смотрите, очень хорошо прописано, потому что это из рекомендации, из рекомендации к данному аппарату. Написано, смещение к более высоким частотам улучшает изображение. О чем мы говорим, что производитель говорит, что если вы работаете на определенной глубине, стандартной глубине, автоматически, когда вы заружаете датчик, вот у вас есть окно. Если вы увеличиваете частоту, вы получаете улучшение изображения. То есть, вы, допустим, с 3 до 4 ее увеличили. Это мы не говорим о глубоко расположенных органах, когда нам приходится выкручивать до 25 сантиметров, когда уже критические моменты. Там это фрекенсии работать по практике, скажу, особо сильно не будет. Дальше у нас есть фреймрейт, это частота кадров, на которую вы можете, ну, вы ее можете подкрутить, если она будет, опять-таки, глубина вам и ширина сектора позволит. На что стоит обратить внимание, вот, это динамик рэндж. Используем ли мы его? используем. В отличие от многих и компрессий, и усиления контуров, динамик рэндж мы используем достаточно часто. И я расскажу, почему. Для оптимизации полезного диапазона частот входящих эко-сигналов относительно имеющейся скалы серого использует регулятор динамик рэндж, динамический диапазон. О чем это? Этот диапазон между регистрируемыми сигналами с максимальной и минимальной интенсивностью. Чем он шире, тем лучше воспринимаются сигналы, мало отличающиеся по интенсивности. Его мы используем часто. Есть стандартные настройки. D, ну, наверное, DR, он так и обозначен на поверхности, на любом аппарате. Вот, чем выше этот диапазон, он, допустим, ну, обычно 65-70 по значению. Может ли он давать в некоторых аппаратах, он может давать 95, в некоторых 100. Когда мы увеличиваем вот этот вот диапазон, мы начинаем видеть более мелкие структуры. Это вегетации, легкие тромбы и так далее и тому подобное. Потому что, сейчас вот следующую картинку я покажу, мы видим, скажем так, более множественные оттенки серого. Они просто появляются. На примере сейчас покажу. Единственное, что я хочу просто вернуться к гейн, усилению. Я его использовать не люблю. Сразу скажу. Использую, часто использую. Дело все в том, что чрезмерно высокий уровень усиления приводит к размытости изображения, которое становится белым. Очень часто на старте ультразвуковых исследований мы подкручиваем вот это усиление картинки. Когда мы картинку усилием, она становится яркая и она, мы теряем мелкие структуры. Она просто-напросто начинает светиться. И мы теряем структуру саму ткани. То есть, она становится более, скажем так, менее разнородной, скажем так. Потому что мы теряем более серые участки, более темные участки. Они у нас начинают светиться как вот что-то такое. Как амилоидус. Умеем мы подкручивать эту кнопочку. Вот. И на данном примере вот как раз я покажу то, как работает динамический диапазон DR. Вот эта вот кнопочка. Здесь вот мы видим при мягкой картинке у нас динамический диапазон 90. Дальше я ее уменьшаю до 30 и она становится более жесткая картинка. для чего использую ли я динамический диапазон 30? Да, использую, сразу скажу, использую и достаточно часто использую, но я использую его при определенных методах исследования. Допустим, мне нужно при определенной ограничении визуализации или размытости или повышенной публикулярности мне нужно определить нахождение эндокарда. То есть это методика измерения фракции выброса по Симпсону. И тогда, когда у меня контур достаточно жестко очерчен, мне это сделать немножечко легче. Я могу сделать и при динамическом диапазоне до 90, но иногда в некоторых случаях, потому что идеально пациентов не существует. я использую уменьшение динамического диапазона. Использую я увеличение динамического диапазона, использую и достаточно часто. Когда мы смотрим, ищем промбы, когда мы ищем мелкие структуры, которые находятся и в лензулочке, и в промзулочке, именно подвижной структуры. Я думаю, что и в брюшной полости там тоже это можно. Мы работаем с этим и более плотной ткани. Почему? Потому что я думаю, что там даже в большей степени мы опять-таки увеличиваем динамический диапазон, потому что мы получаем оттенки серого. На старте мы достаточно часто, по практике я вижу, что часто начинает использовать сниженный динамический диапазон, потому что он реально очерчивает контуры органов. Он дает более четкую картинку. Ничего плохого здесь нет, вы потом от этого отойдете. Вы потом поймете, что вы немножечко теряете в изображении, но вы иногда просто видите эту структуру достаточно хорошо. Потом вы привыкаете к оттенкам серого и уходите уже в более высокий динамический диапазон, вы уже привыкаете к серому. Но это уже со временем. Можно и так, и так использовать. То есть эта возможность для улучшения визуализации, она у нас есть. Так, и следующее. Вот, вот теперь самое главное. Я понимаю, что лекция, она такая тяжелая, но я, может быть, ее специально перегрузила, потому что эти вещи мы иногда не проговариваем. И потом они у нас всплывают уже чуть позже и достаточно тяжело. В ситуациях, когда желательно использовать максимальную частоту сменных кадров, следует рассматривать возможность применения M-режима. M-режим дает наиболее качественное отображение движения с высоким уровнем аксиального отцового разрешения. В связи с этим M-режим остается важным дополнением при проведении как двухмерного, так и цветного докторского кардиографического исследования. О чем эта речь? Вот эта вот выдержка, она из Американской на самом деле статьи. Вот, о чем я говорю. Здесь, скажем так, M-режим это ни много, ни мало. То есть, то, что мы сейчас обсуждали, это был все-таки B, 2D-режим. Это формирование большой, объемной, скажем так, двумерной картинки на мониторе. M-режим это, скажем так, луч, который проходит сквозь ткань, да, и отражающий сигнал идет по одной линии. Чем отличается этот сигнал от разровненных сигналов, да, от огромного количества? Он более информационно наполнен. скажем так. То есть, частота, скажем так, излучения в этом случае она достаточно высока и качество получения картинки в M-режиме, в M-режиме, она достаточно высока. Почему? И мало того, что я скажу, что M-режим используется. Используется не в России. Его не любят использовать в России, но мы его, ну, я, по крайней мере, его использую. О чем я говорю? Так, режимы сканирования и непосредственно M-режим. Так как высокая разрешающая способность у данного метода исследования, первое, когда я столкнулась с требованием использовать M-режим, при том, что это вот 20 лет назад, мы уже, в принципе, достаточно хорошо использовали и были хорошие ультразвуковые аппараты, позволяющие нам метод Симпсона использовать достаточно часто. То есть нам ограничений визуализации не было. Это была работа по оценке гипертрофии миокарда до и после лечения определенными препаратами. Это была научная работа, это была американская работа, мы участвовали в многоцентровом исследовании. И что же они просили? Они просили измерение миокарда в M-режиме. Не обычное, так как вот я хочу померить, а в M-режиме на трех уровнях. Апикальный, средний и базальный сегмент. Так как высокая разрешающая способность данного метода, толщина стенок, в отличие от обычного измерения 2D, если мы мерим, она получается тоньше. Мало того, мало того, сейчас я дальше уже проговорю, сейчас описываю последующий слайд. Да, вот, здесь на нескольких уровнях мы можем, ну, это вот, как оно точно так же проводилось, это исследование. На апикальном сегменте, да, сейчас я покажу, вот, апикальный сегмент, средний и базальный сегмент, на разных уровнях можно провести. Дело все в том, что даже та же самая методика измерения фракции выброса тейч-кольца, которую не любят, которую не любят, она рабочая методика, если отсутствует ремоделирование сердца и если отсутствует анавризма верхушки, ну, это, в принципе, то же самое ремоделирование. Формула тейч-кольца, она была практически получена опытным путем, скажем так, эмпирически, то есть она не то, что она, там было проведено много прямых опытов измерения объема левого желудочка. Вот, и эта формула, она достаточно хорошо работает без ремоделирования левого желудочка. А что мы, о чем я еще хотела сказать, дело в том, что сейчас вот как раз мы участвуем в пробации метролклип и один из методов исследования это М-режим для измерения фракции выброса и размерения объемов левого желудочка, это конечный диастолический размер, то есть размер от межжелудочковой перегородки до противоположной задней боковой стенки и толщина стены это одна из последних таких апробаций. Американцы требуют наличия М-режима. Почему еще это очень-очень важно? Потому что сейчас я переключусь и я это скажу. дело все в том, что данное измерение производится в парастернальной позиции, производится в парастернальной позиции по длине оси. Ну и по коротке мы работаем. Дело все в том, что точка принципиально одна. Если мы сместимся на ребро ниже, мы можем не получить парастернальную позицию. Она будет нестандартна и мы там не сможем провести никакие измерения. Если мы поднимемся на ребро выше, вообще можем не получить никакой картинки. То есть если мы сдвинемся вправо влево хотя бы на 3 сантиметра, мы тоже потеряем эту картинку. То есть вся прелесть заключается в том, что мы практически не можем поменять место исследования. То есть следующий исследователь, который сядет за вами, он поставит в эту же точку. Он не сможет поменять место сканирования. Потому что она принципиально одна единственная. И здесь это важно, потому что исследователи могут меняться, а данные у нас должны оставаться постоянные. И американцы, которые нас просят в М-режиме, они берут те данные, которые произведены в М-режиме. Там немножечко по косой производится измерение. То есть если мы будем делать красиво, перпендикулярно, чтобы было основание кольца нейтрального клапана, мы, конечно, получим меньше КДР в ревую желудочку. Но дело все в том, что относительно этой методики, то есть человек же у нас через год не поменяется, у него точка останется там же. И измерение прирост фракции выброса или стенок или КДРа мы будем мерить в этой же точке. Они у нас не поменяются. То есть в этой точке мы можем померить. Если в этой точке поменялся размер, он точно поменялся. Потому что по-другому линию мы не проведем. Там есть небольшое смещение 1-2 сантиметра, но принципиально они, конечно, не влияют на B-режим. Не влияет. Так, B-режим я не буду на нем немножечко останавливать, потому что мы его обсудили, как он формируется у нас B-режим. Вот. И еще будем обсуждать при анатомии и так далее, и тому подобное. 3D-режим я думаю, что мы обсудим, наверное, уже, когда будет часть пищеводных, кардиография, как он формируется и для чего он нам нужен. Я уже показала, потому что не сформируем мы 3D-картинку при ДМПП, хотя мы уже, конечно, приняли решение, что это будет хирургический пациент, но, найдя еще второе отверстие, мы поняли, что он 100% хирургический пациент, потому что нужно искать эту вторую дырочку. И следующее. И что касается доплеровского исследования, мы будем еще раз его обсуждать, когда будем рассказывать непосредственно о клапанных пороках, о гемодинамике внутри сердца, мы будем обсуждать его при исследовании сосудов сердца, и мы еще раз проговорим вот это вот, что у нас происходит при доплеровском исследовании. Значит, доплеровский эффект у нас основан на отражении ультразвукового сигнала от движущегося объекта крови. если мы посмотрим на формулу, частота, с которой у нас падает ультразвуковой луч, и с которой он отражается от движущихся объектов. Вот эта частота, с которой он возвращается, она будет отличаться. То есть если это будет статичный орган, принципиально она должна быть одинаково. под ну не всегда она одинаковая, но она должна быть одинаковой. Я сейчас объясню, почему у нас или попозже. Здесь же, когда у нас происходит ультразвуковой луч падает на движущиеся объекты, частота отраженного сигнала, она у нас отличается. эту разницу фиксирует датчик, и у нас по ней вычисляются и градиенты, и скорости движения крови. Дальше это уже математическая обработка. Здесь вот пример такой, что частота исходящего луча при движении от датчика у нас частота получаемая отраженная частота у нас получается ниже, при движении крови к датчику частота выше. Принципиально для нас это физика. Будем ли мы это запоминать? Да нет, не будем. Мы просто должны понимать, что докторовский эффект основан на движении крови. Он основан на движении крови. Или в принципе да, потому что только на движении крови, потому что другие моменты они не настолько объективны. Значит, какие у нас бывают доплеровские режимы? Значит, у нас может быть импульсный и постоянный доплер. Чем же они отличаются у нас? Импульсный доплер, он имеет определенное место сканирования, объем объемное вспомню, скажем так, он измеряет эти скорости достаточно локально в какой-то определенной точке сосуда или сердца. то есть если мы поставим его контрольный объем, контрольный объем измерения все вспомнило, если мы поставим его в верхушку, мы получим совершенно другой спектр, нежели мы поставим его на витральный клапан. Видно? Да. Вот. Чем же отличается постоянный доплер от импульсного доплера? Постоянный доплер, скажем так, собирает все скорости и все движение крови по коду своего луча. Он меряет все. Там есть небольшие разницы в принципах измерения. Вот. И для чего он нам нужен? Потому что импульсный доплер у вас никогда не померит скорость 8 метров в секунду. Есть аппараты, которые могут менять контрольный объем. Мы должны понимать, что эти эритроциты, на которых попадает вот этот сигнал, они убегут. Мы не получим обратного сигнала. Мы вообще не получим никакой спектр. Или получим неправильный спектр. Мы вообще получим, грубо говоря, артефакт. Потому что в контрольном объеме ультразвуковой луч приходит, и отражение, то есть мы не укладываемся в тот спектр. То есть он нам не дает. То есть мы получаем, принципиально мы получаем шум. Не можем померить конечную скорость объекта, а именно эритроцитов, в полости левого желудочка или в сосуде. Постоянный доплер, чем он хорош? То есть он мы можем, так как мы меряем на всем протяжении, мы можем померить скорости 6-8 метров в секунду. То есть это высокоградиентные такие потоки. это когда при стенозах, при легочной гипертензии мы можем это, кстати говоря, и при исследовании в душной полости используем, потому что стенозы бывают везде. Иногда требуется импульсный доплер, он у нас тоже зависит от глубины исследования. Он может вообще не работать на глубине 20 сантиметров. Не работает. Просто нету визуализации. И это связано не с тем, что невозможно на этой глубине работать, а в том, что у нас есть ограничения по аппарату и по датчику. То есть по математической обработке. Вот. Значит, постоянный доплер. В чем недостатки постоянного доплера? Так, как он собирает все, что расположено по лучу, видно, да, что на картинке, что луч идет от верхушки и до это место сканирования, скажем так, да, и он у нас собирает всю скорость, все движение крови по данной линии, по данной линии сканирования. дело все в том, что если у нас в верхушке будет, допустим, если в верхушечной области у нас будет дефект межжелудочковой перегородки и там скорость будет, он будет маленький и скорость будет 8 метров в секунду, да, то мы зарегистрируем 8 метров в секунду, да, вот здесь градиент будет достаточно высокий, вот, 60 миллиметров и здесь 3,8 сантиметра в секунду, то есть 3 метра в секунду, вот, а это может оказаться не на самом трикоспидальном клапане, который мы как бы хотим померить, да, а это в верхушке, то есть мы не сможем разделить, где скорость на, где скорость принадлежит именно дефектами желудочковой перегородки или где скорость принадлежит именно к легочной гипертензии. Каким образом мы решаем эту проблему, да, мы меняем место сканирования, то есть мы поворачиваем сердце, мы меняем на расположение датчика, так, чтобы разделить дефект отдельно, все остальные структуры, которые создают высокие градиенты отдельно, мы разделяем, то есть максимально это мы делаем вручную и технически, то есть вот именно вот просто переставляя датчик, то есть чтобы вот эти вот места сканирования, они были оказались в разных местах, скажем так, почему, потому что, допустим, тот же самый дефект межжелудчика перегородки, высокоскоростной, высокоскоростной, может ли он давать высокую скорость посвенно, то есть опосредованно давать высокую скорость на трикоспедальном клапане, да, конечно, может, то есть, но это уже разные измерения, то есть там скорость одна, а градиент на трикоспедальном другом, который будет свидетельствовать не о скорости ДМЖП, а на легочной гипертензии именно по малому кругу, тяжело. Мы это будем повторять, просто здесь мне нужно как бы, чтобы вы поняли, что импульсный доплер работает локально, максимально пытаюсь русскими словами сказать, чтобы это было без терминов, скажем так, ухожу, стараюсь уходить от терминов, это контрольный объем, который мы ставим на то место, в котором мы что-то хотим померить, есть там кровоток или нет. Допустим, мы смотрим, бывает такое, что цветной доплер не работает, ну, допустим, сломался этот цветной доплер, а импульс не работает. Вот мы видим, вроде бы, это сосуд, ну, как его оценить? Ну, поставим туда импульсный доплер. Есть кровоток, и мы его можем оценить, это за ради бога. Понятно, да, мы его ставим точечно, мы не ставим его, а вот постоянный доплер, он, как правило, используется только в сердце, но не только в руках. Он, чаще всего, он в 99% случаев, он используется в сердце, вот, и нам необходимы именно высокоскоростные показатели, потому что там градиенты бывают очень-очень большие, и импульсный доплер там работать, в этом не будет, потому что, если у нас скорость 8 метров в секунду, мы не получим никакой картинки в импульсном докторе. Есть аппараты, которые могут увеличить контрольный объем, и мы там можем получить ну, 4 метра в секунду, ну, 5. Это мы обсудим, знаете, когда будем изучать гипертрофическую кардиомиепатию, когда у нас в одной обструкции в одного тракта левого желудочка, и нам необходимо разделить клапанный стеноз и подклапанный стеноз, потому что и там, и там образуется высокий градиент, и мы будем работать с разными режимами доплеровского исследования. Мы будем использовать и постоянный, и импульсный доплер. Я поняла. Нет, ну, я уже заканчиваю на самом деле, поэтому я не буду дальше. Значит, цветное доплеровское исследование, здесь тоже мы можем, скажем так, сразу скажу, значит, красное окрашивание, красный поток это к датчику, синий поток от датчика. Принципиально на аппарате можно поменять местами. То есть это вообще никак, это просто нужно запомнить, что вот он такой есть. Иногда некоторые меняют, есть возможность поменять его, ну, просто окрасить верх-низ. Да, вот, цветное доплеровское картирование используется в сердце достаточно часто, в сосудах используется достаточно часто. Обсудим уже при, непосредственно при оценке стенозов и гемодинамики внутри сердца. энергетический доплер, что еще можно. Кстати, кстати, вот здесь вот хорошая тоже такая картинка, здесь написано 1,5 килогерц, то есть есть такие вот совсем низко, да, низкочастотные у нас исследования. хорошее режиме, его достаточно часто используют. И дальше, ну, это последний слайд, я не буду вас, потому что лекция реально тяжелая, и мы к ней вернемся и будем еще обсуждать, как и каким образом работать на ультразвуковом аппарате. Что здесь хочется вот сакцентировать внимание на том, что где и как мы будем использовать коневой доплер, и мы его будем обсуждать в дальнейшем. Почему? Импульсный доплер, у нас импульсный тканевой доплер мы используем достаточно часто для оценки диастолической функции левого желудочка, да, спеклтрекинг, ну, на наших аппаратах его нет, но его мы все равно будем обсуждать, потому что он используется для оценки этого времени, мы будем обсуждать систолической функции левого желудочка и другие, скажем так, как strain, strain rate, есть у нас такие наработки, да, по работе с асинхронией сердца. Это она в большей степени, наверное, электрофизиологическое асинхронение, но она приводит к достаточно выраженной систолической дисфункции, вот, и эти вещи мы все равно будем обсуждать, потому что как делегационное кардио, мы расценим все равно как делегационное кардиопатие и почему это все происходит, почему запаздывали, почему значительно снижается фракция выброса при той или иной. Ну, здесь на самом деле хороший достаточно кадр, здесь представлен, то есть они точечки отмечают, допустим, межелудочка, перегородка и боковая стенка. Видно, как одна стенка сокращается в одну сторону и вторая стенка в противоположную сторону. Почему это у нас происходит? Потому что, скажем так, электрический импульс при блокаде левой ноги значительно запаздывает на боковую стенку. И есть такое понятие, допустим, как движение колосок. систолическое тоже абсолютно я поняла. И я говорю, плох тот ультразвуковик, который хотя бы раз в жизни не намерил фракцию выброса левого желудочка иммунеза 12. На самом деле, если честно... Чего? Да, то есть я поэтому всегда говорю, что плох тот ультразвуковик. Почему? Потому что он мерил честно. вот он реально мерил честно, потому что сначала сокращается между лудочкой и перегородкой, потом сокращается боковая стенка. И у нас вот такое полыхающее движение. И когда по технике клапан закрыт, вроде бы все сейчас присистало, нужно мерить, а мерить там уже нечего, потому что у нас есть движение боковой стенки по правую сторону. то есть здесь, если он померил честно, то должен получить минус 12. Потом он получил минус 12, и мы с ним обсуждаем, как дальше мерить фракцию выброса. Здесь в большей степени иногда... Сейчас, последний слайд. Здесь немножко по-другому техника измерения. Все это будем обсуждать уже, когда будем обсуждать систолическую, диастолическую функцию, электрофизиологию. Если вы хотите присоединяться к электрофизиологии, мы будем читать еще лекции по ЭКГ, и там тоже мы будем все равно... Я думаю, что если это будет немножечко вперемежку, даже, может быть, вам станет понятно, почему это так вот происходит. Но это, по крайней мере, относительно сердца. Да? Вот так вот. Все. Какие у вас есть вопросы? Много. Ну, задай. Ну, если нету. Ну, я старалась, Юль. Я некоторыми сюда вдалбливаю. вот. Поэтому здесь я, ну, как бы, я старалась вот это вот донести, почему я изменила, скажем так, лекцию, потому что обычно мы читаем ультразвук, очень много истории, там, как вот складывается ультразвук. Я сложно дала настройки аппарата. Почему? Потому что потом, когда вы получите отсутствие картинки, да, нужно подумать, что мы с этим будем дальше делать. Понятно, да? Потому что если есть отсутствие картинки, скажем так, исследования, даже в гинекологии, если мы смотрим через брюшную полость, да, что мы сделаем? Мы посмотрим поближе, да, мы поменяем датчик, понятно, да, я почему говорю, мы меняем доступ, так же я, как вам показала, если мы трансторакально видим плохо, хотя это шикарный аппарат, да, мы что делаем? Мы ставим датчик через пищеводный и смотрим ближе. Ну, не сможем мы заставить трансторакальный датчик работать так, при такой глубине. Не заставим. Значит, нам нужно подойти поближе и посмотреть уже в другой позиции. То есть, нам нужно сократить время, потому что есть структура ткани, которая, это может, кстати говоря, я вам это тоже не рассказала, почему рассеивание. Рассказала про подкожную эмфизему? Про эмфизему не рассказывала, но им расскажу. Почему? Потому что о феномене рассеивания. То есть, пациент лежит, мы хорошо визуализируем сердце, да, с грудной поверхности, потом по определенным обстоятельствам происходит подкожная эмфизема, да, то есть накопление газа в подкожный жировой критчат, ну, там, распространилось практически по всей грудной клетке и, наверное, брюшная поверхность, да, там тоже была, мне кажется, окно ультразвуковое отсутствует. Пока не ушла подкожная эмфизема, ультразвуковое окно сердца отсутствует. Понятно, да? То есть, иногда бывает, что мы не сможем преодолеть некоторые вещи, поэтому, что нужно сделать, поставить через пищеводный датчик, нужно подойти ближе с другой стороны. Поменяем позицию, вот, то есть, не бойтесь менять позицию, не бойтесь прицельно работать локально в данной позиции, то есть, если не хватает, то есть, видите, что когда, вот, если вам нужно померить полость, вот, ну, дети, 10 сантиметров, ничего страшного, если вы ошибетесь на 2-3 миллиметра. Если у вас площадь предсердия 30 сантиметров квадратных, там, 50 сантиметров квадратных, ну, напишите вы 48, это уже не будет никакой, при норме 10, ну, 48, там, или 50 уже не будет играть никакой роли. То есть, вам внутренняя картинка, она не важна, вам нужно померить размер. Если вам нужно конкретно померить, посмотреть, зафиксировать некоторые мелкие образования внутри сердца, да, или внутри каких-то органов, уменьшаем окно, уменьшаем глубину, то есть, делаем это так локально, то есть, мы это уходим на локальную визуализацию, только так, никак иначе. Понятно, да? Потому что там мы можем поменять и частоту сканирования, и даже частоту датчика, потому что при некоторых моментах частоту датчика поменять не даст. То есть, вот он просто вот говорит, все, мы уже там находимся, невозможно, я так работать не могу, то есть, мы углубились так, что он ничего уже не поменяет датчик, при всем при том, что у него написано, что он может это сделать. То есть, вы будете крутить ручку, она никуда, она будет стоять на месте. Мы еще это обсудим и практически в занятиях, да? Вот. А как я могу, если есть вопросы там, онлайн, наверное, нет вопросов или есть вопросы? Как мне это узнать? Посмотри там в чате, в чате посмотри. Есть в чате вопросы? Просто на всякий случай. Отлично. Так, теперь мне нужно закончить. Все, спасибо, была очень рада вас слышать. Вот. Ну, я думаю, что встретимся в пятницу. Да? Ну, да, мне нужно как-то, а как это закончить? Escape? Я не писала, просила написать, как закончу. Ну, не отвечай. Нет. Ну, давай. А как нужно закончить? Escape как-то? Есть. Вот. Ага.